Послание к римлянам святого апостола Павла Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. У нас подчас смешивают некоторые вещи – добродетели и закон. В Ветхом Замете под законом преимущественно и прежде всего подразумевалась вся совокупность тех обычаев, которые должен был соблюдать правоверный иудей. Обрезание – обязательно, суббота – непременно и целый ряд других. Там соответствующие праздники, совершение Пасхи и так далее. Это всё относится к делам закона. Посмотрите, как Христа осуждали, вплоть до того, что собираются убить, когда он исцелил в субботу, у которого рука была высохшая. Посмотрите, сколько раз это было. Под законом, разумеется, вот эта вот вся совокупность обрядовых постановлений, которые прямо прописаны в законе Моисеевым. Но Христос даже неоднократно обращал на это внимание. Говорил, а какая первая заповедь? Ему правильно один книжник ответил. Очень хорошо! Возлюби Господу Богу твоего, и потом ближнего твоего. И вот он обличает Христос этих книжников и фарисеев, что они извратили, что они самое главное в законе именно о любви, то есть исполнении заповедей, необычаев, не этих внешних просто предписаний, а заповеди, они фактически выбросили. И он приводит им пример. Что вы делаете? В законе что в вашем написано? Тот, кто не чтит отца или матери, так, что ему нужно? Так камнями побивать надо. А вы что сделали? Карван. Что такое? То есть то, что я должен был, был сделать отцу-матери, пожилым, старым, допустим, людям, я в церковь дал, в церковь дал. Вот Христос обвиняет и обличает, и говорит, что этими внешними делами человек не приближается к Богу. Вообще, это очень серьёзный вопрос, поскольку тенденция во всех религиях, в том числе и в христианстве, тенденция такова – подменить исправление себя совершением обрядовых и ритуальных, культовых деяний. Я хожу в церковь, я принимаю таинства, я соблюдаю посты, я исповедуюсь, там причаюсь и так далее. Оказывается, всё это можно делать и быть сущим сатаной, потому что главное – это что нужно? Кто блажен? Блажен нищие духа, блажен чистые сердца, блажен плача греха, блажен милостивые. Вот, оказывается, что. Итак, под делами закона в данном случае апостол со всей силой, кстати, он об этом пишет многократно, посмотрите в послании Галатам, как он пишет, он говорит, что все эти соблюдения этих всех внешних форм не очищают человека, не делают его нравственно лучшим, это только некие внешние посредства к исполнению заповедей божиих. И когда религия сводится к исполнению только внешних вот этих обрядовых форм, тогда она полностью искажает свою сущность. Поэтому он с таким гневом Христос обличал иудействием. Эта опасность, конечно же, и в христианстве. Можно и христианство то же самое подменить, чем торжественными богослужениями. Богослужения, крестные ходы, мощи, иконы, храмы и так далее. А вся суть-то в чём? Суть-то в том, чтобы человек исправлялся, чтобы приобретал хоть некое сознание своей греховности, чтобы он действительно каялся. И, надо сказать прямо, там, где мы не видим любви к человеку, там христианства нет. Потому Христос прямо своим ученикам сказал, потому, по тому узнают, что вы мои ученики, если любовь имеете между собой. Ничего другого! Вот что! Это главный принцип. И вот мы стоим всё время перед чем? Так, что главное у нас? Любовь к человеку, независимо от того, кто он, какой веры, какой национальности, какого социального положения, это не важно, или соблюдение всех, всё-всё-всё соблюдаю, всё, как положено в церкви. Это надо не противопоставлять, а соединять. Но, к сожалению, опасность огромная именно такова – свести, свести религию к внешней стороне, к этой внешней оболочке. Развиваясь сюда фанатизм, гордыня, осуждение других людей и потеря любви. Я же всё исполняю! Для чего я хорош? И начинается осуждение всех и вся. И растёт гордыня. И тогда от христианства ничего не остаётся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok